Всем здарова народ, с вами Варчик. В этом видео будем смотреть мой бой на карте Затерянный Город, Штурм, и для начала я объясню, почему я еду в А0, в самый угол, на красную линию, на Е3, хотя этот бой в топе. А все очень просто. Это Штурм, и нам нужно защищать базу, а у нас в А0 некому прикрывать наш город. Конечно, да, я играю на бронированной ПТ, которая должна быть в ближнем бою, но я с самого начала этого боя, а он проходил на стриме, сразу сказал, я играю на победу. Я хочу победить. Иногда, когда едешь в этот угол, получается так, что ты выиграл, но не пострелял. Но проиграть практически нереально, если все остальные поехали играть, а в этом углу никого нету, то ты в него едешь прикрывать. Если в этом углу кто-то уже есть, и есть кому прикрывать, то ты едешь играть. То есть, по-любому в этом углу кто-то должен быть. Если здесь не будет союзников, я ни разу не выиграл, это скорее всего поражение. Ну, разве что враги специально не начнут сливаться, или они будут не замотивированы играть как обезьяны. Ну, в принципе, такое частенько бывает. Но, если здесь никто не прикрывает, то враги просто бесплатно вываливаются на наших союзников, которые поджались под город, и просто бесплатно их тупо давят. И в итоге получается так, что задавили. Сейчас получается очень хороший выстрел по колеснику. Когда колесник едет ровно от вас или к вам, его очень хорошо убивать на автоприцеле, точнее попадать. Что и было сейчас продемонстрировано. Взял на автоприцел, когда колесник едет ровно, в него очень легко попасть. Да и в любую другую ЛТ-шку я этим приемом частенько пользуюсь. Главное, вовремя подловить момент, когда ЛТ-шка едет ровно по отношению к вам. Итак, я надеюсь вы поняли с самого начала, что я играю на победу. И поскольку здесь нету союзников, которые прикрывают город, то этим союзником, который прикрывает город, становлюсь я. И не нужно писать в комментариях, что вот ты там на бронированный ПТ и так далее, ты должен быть в городе. Да, я должен быть в городе, но... Если я буду находиться в городе, а здесь никто не будет прикрывать, а здесь действительно кроме меня никто не стреляет, тогда нас просто задавят там, поскольку будут давить с разных направлений. И как ни крутись в городе, я не смогу все это защитить. И меня просто расстреляют с разных сторон. А здесь я могу сразу прикрывать несколько выездов из города. Вот в принципе и все. Я практически на любом танке, на котором я играю, я в основном играю на СТ и на ТТ. Иногда очень редко вот на ПТшке. Еще более реже я играю на ЛТ. Так вот, практически на всем чем угодно я поеду в этот угол, потому что я хочу выиграть. Но это только в режиме штурм. На ЛТшке я сюда не поеду, поскольку нет смысла сдалека на ЛТшке стрелять. Там нету такой пушки, ни у одной ЛТ, чтобы можно было сдалека как-то ощутимо наказывать врагу. Поэтому, разве что на ЛТ я сюда не поеду. А на Е3, ну да, пушка кривоватая. Ну да, у меня есть броня. Но эта броня пригодится мне в конце боя. Итак, еще, конечно, не хочется спойлерить. Об этом поговорим в конце боя. А сейчас будем смотреть, что же происходит. Все, как я и говорил. Враги потихоньку давят, а иногда и не потихоньку. Иногда просто вываливаются из города со всех щелей. И я стою просто накидываю. И так происходит всегда. И из такой жопы удавалось на этой позиции вытаскивать бои, что просто иногда казалось, что вот все, поражение. Даже когда во взводе с кем-то играешь, мы с Лехой играли. Говорит, куда тут ехать? Или он даже сам уже видел, как я играю на стримах. И сам сюда ехал уже. И даже ничего мне не говорил. Мы просто сюда приезжали и вдвоем всю команду врага убивали. Это очень хорошая позиция. Но со временем может что-то измениться. Раньше эта карта игралась, как только появилась, немножко по-другому. Но потом со временем враги начали просто давить вот так вот люто. Просто не сейвясь. Просто тупо мясом вываливаются, как попало. И пытаются раздавить наших игроков, которые поджались под город. Раньше игралось все немножко по-другому. И я не занимал эту позицию. Но как только люди немножко освоились на этой карте, я начал занимать эту позицию, поскольку мне хочется побеждать. И эта позиция реально приносит свои плоды. Я практически не помню, чтобы я проиграл именно с этой позиции. Сейчас великолепный выстрел по Яге без засвета. Просто запомнил, где она светилась. Она решила никуда не ездить. Ну, в принципе, и удачи. Союзнички уже заканчиваются. У нас остается еще одна арта и еще один союзник и я. Здесь 2-6-3 еще потихоньку рашит. Я ему даю тычку. И он отсвечивается. Тут какие-то кусты. Вроде бы вообще не особо на кусты. Похоже, какие-то веточки сухие. Итак, убивают еще союзника и еще остаюсь я один против шестерых. Здесь у нас слева Батчат и Эмиль. Эмиль сейчас будет переваливаться через холмик. Я стреляю. Он еще и засвечивается. Я уже без засвета хотел убивать. Даю ему тычку и он умирает. Отличнейшим образом все шотные. Бат меня засвечивает. Точнее, меня засвечивает рентгеном 2-6-3. Убиваю Бата. Сейчас я понимаю, что 2-6-3 хочет мне заехать в Батчину. Я специально еду назад для того, чтобы жопой подпереть красную линию. И не дать ему никуда мне объехать заехать. Голдой пробиваю его просто в рубку. Здесь еще едет Хэвик. Понимаю, что он тоже в Батчину мне хочет заехать. И опять жопой закрываю красную линию для того, чтобы он не заехал. Сейчас я немножко его толкаю. Может обновить гуслю. И сейчас я немножечко ошибусь. И чуть-чуть выйду от красной линии. Ну, тут не прям уж так сильно ошибся. Просто за счет того, что у него барабан, он сбивает мне гуслю и заезжает в борт. Если бы я чуть-чуть вперед не проехал, он бы мог бы с другой стороны объехать. В принципе, не суть важна. Не прям там какая-то ошибка. Просто за счет того, что у него барабан, он мне сбил гуслю. Вот, в принципе, я и реализовал свою броню. Поэтому осталось два врага арта и Е4. Е4 шотный. Последний раз он был на повороте возле дома в Ораде. Выезжаю из-за этого сухого акустика. Зацеливаю этот поворот. Стреляю между трупиком и домиком. Как-то там никакого эффекта не было. Показалось, как будто бы попал. Ну да ладно. Засвечивается Е4. Меня он не видит. Как-то работают эти сухие непонятные кусты. Теперь он меня увидел. С вертухи стреляю в НЛД. Поскольку я был шотный, а он раньше меня начал сводиться. Подумал, что нужно спешить. КД у меня быстрее. Плюс еще боновый досылатель стоял. Даже без него все равно КД у меня будет быстрее. Еще и арта оглушила меня в момент выстрела. Было бы печально, если бы не попал. В принципе все. В принципе все. Против шестерых я затаскиваю бой. Сейчас я на Е3 своем отсвечиваюсь. И буду выезжать из этого камня. Потому что арта может блайндом как-нибудь за камень закинуть. Вдруг я еще сдохну. А Е3 очень часто в жопу горит. Сегодня был такой случай. Арта стрельнула в землю. Попала не в меня, а просто в землю. И я от земли загорелся. Е3 загорелся от попадания фугасом в землю. Это конечно великолепно. Поэтому это жопа. В общем, что я хочу сказать. 18-й Колобанов у меня в копилке. Я специально зашел, посмотрел сколько у меня этих Колобановых. Я их честно говоря не считаю. Но чтобы знать их сколько, их просто сказать вам. Видимо вам даже интереснее, чем мне сколько у меня их. Вот в принципе такой бой. Я объяснил почему я все это делал. И победа. Причем как обычно на этой позиции. С вами был Варчик. И рать красиво. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова